Сегодня я раскрою вам самый главный секрет. Ответом на этот вопрос владеют лишь единицы. Остальным это знание не дано. Но я планирую изменить это. Начинающие веб-дизайнеры находятся в замкнутом круге. Я бы сказала, что это проклятие. Проклятие? 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 Почти каждый из вас задавался вопросом, как сделать портфолио, если нет клиентов. И как найти клиентов, если нет портфолио. И именно сегодня вы узнаете главный секрет. На самом деле нет. Как сделать портфолио без клиентов. Ну нахер. Всем привет. Я Филиппова Софья. А вы на территории полезного контента. Как вы поняли, разговор сегодня пойдет о портфолио. Да, для разработки портфолио клиенты нам не нужны. Нам нужны только ваши навыки и ваши фантазии. В дизайне есть такое понятие, как концепт. Концепт это не готовый продукт. Это один из вариантов, либо какое-то первое предположение. То есть это какие-то наметки. Но в итоге выглядит это как готовый дизайн. Это то же самое, если бы вы предлагали клиенту несколько вариантов. Допустим, первый экран, три или четыре. По факту это называлось бы концептом. А когда заказчик выбрал бы какой-то первый экран. И вы бы подготовили до конца дизайн. Это уже называлось бы дизайном сайта. То есть когда у вас есть какой-то, так скажем, неутвержденный вариант. Не законченный с точки зрения заказчика. Это называется концептом. Весь дрипл завален концептами первых экранов. Все эти работы создавались без клиентов. Дизайнер захотел сделать продукт на конкретную тему. И он ее сделал. Разработка концептов это один из вариантов наполнения портфолио. Но я не советую наполнять все ваше портфолио только концептами. Так вы не научитесь создавать важные блоки. Отзывы, контакты, каталог. Потому что вы постоянно будете делать первые экраны. И просто ваши навыки по разработке остальных блоков будут ниже, чем разработка первых экранов. Но тем не менее 50% ваших работ в портфолио может быть концептами, а 50% какие-то полноценные законченные работы. Потому что все-таки концепты это быстро. Концепты это важно, потому что вы научитесь делать первые экраны. Но не больше, чем 50%. А теперь разберемся с полноценными работами. То есть когда мы делаем дизайн целиком. С первого экрана до блока контакта. Интернет-магазины, сайты-визитки, лендинги не имеет значения. Это может быть хоть логотип. В общем, это такое видео совершенно для всех дизайнов фрилансерских профессий. Первый вариант самый простой. Вам надо просто придумать себе работу. Я советую не придумывать ее прям с полного нуля. Не отрисовывать прототип, не выдумывать тему бизнеса. Я советую определиться с тематикой. То есть там, не знаю, цветы, бухгалтерия, веб-дизайн. Не знаю, что угодно. Продажи там какой-нибудь видеотехники. И найти плохой сайт с хорошим прототипом, ну или более-менее, да можно даже не с хорошим прототипом, на эту тематику. Этот самый сайт вы будете использовать как наполнение вашего сайта. Чтобы вы не выдумывали из головы, что же написать в блоке о компании, что же поместить в каталог, какие же будут контакты. Берите наполнение с этого сайта. Так ваша работа пойдет намного быстрее, чем вы будете это все выдумывать. Если же вы вообще молодец и умеете делать прототипы, то, в принципе, этот сайт только наполнением вам и послужит, и прототип вы сможете переделать. А если вы не умеете делать прототипы, то постарайтесь сделать максимально стандартные блоки, которые у нас есть. Там первый экран о компании, каталог, отзывы, не знаю, команда, доставка и оплата. Ну, естественно, все зависит от конкретной темы, преимущества, контакты. Ну, стандартные блоки вы в любом случае всегда сможете найти, посмотрев проекты на Behance, там вы поймете, какие блоки чаще всего есть на сайте. А наполнение берете с вот этого сайта, который вы нашли. Не забываем, что ваша задача показать ваши навыки как дизайнера. Так что садимся и делаем дизайн вашей первой работы для портфолио. Есть второй вариант, с чего начать. На фриланс-биржах есть много копирайтеров, и в их портфолио вы можете найти уже готовые прототипы. Вы можете найти какого-то копирайтера, который вам очень нравится, он делает хорошие прототипы. Да и, в принципе, можете взять любой прототип, который вы считаете более-менее адекватный с точки зрения текста. И прям по нему сделать дизайн. Никто вас за это не осудит. В конце я, кстати, расскажу, как вообще правильно выкладывать такие работы. То есть вы делаете по этому прототипу спокойный дизайн, тем самым вы полностью облегчаете себе работу, вы не ищете нигде текст и нигде не ищете, как сделать прототип. То есть у вас, в принципе, уже все за вас записано. Второй вариант посложнее. Начните рассказывать своим знакомым, друзьям о том, что вы умеете делать дизайн сайтов и, в принципе, сейчас готовы к любым проектам. Чаще всего среди окружения находятся один-два человека, которые хотят заказать у вас дизайн сайта. Здесь у меня есть несколько советов. Первый совет по поводу ценообразования. Я бы очень не рекомендовала вам работать совсем бесплатно. Берите хотя бы тысячу рублей. Поясню. Когда вы работаете совсем бесплатно, естественно, человек, который работает с вами, у него нет вообще совершенно никакой мотивации ни закрыть проект, ни пытаться сделать его хорошим. То есть он получает просто бесплатный продукт. В принципе, ему пофиг, как он там будет выглядеть. Соответственно, он не будет стараться рисовать для него прототип, писать текст, носить какие-то адекватные правки. Поэтому здесь есть два варианта. Первый вариант – это практически бесплатно. То есть попросить хотя бы тысячу рублей, пятьсот рублей и отзыв. Это будет отличная стоимость за продукт. Но давайте рассмотрим вариант совершенно бесплатной работы для вашего друга. Предложите ему бесплатно создать дизайн, но без возможности внесения бесплатных правок. То есть вы сделали дизайн, показали ему, понравилось, не понравилось. Если понравилось, пусть вносит правки, но за дополнительную плату. То есть вы будете брать с него деньги только за внесение правок. Таким образом, вы как бы бесплатно сделали какую-то работу, а если он уже хочет ее забрать, хочет снести какие-то свои правки, то, соответственно, он вам там еще заплатит. Но опять же, берите там заправки в районе тысячи-двух тысяч рублей. Ну, я думаю, что для вашей там первой, второй, третьей работы это в целом неплохо. Третий вариант для тех, у кого уже есть какие-то работы. То есть вы их либо сделали на курсе, либо просто в процессе вашего обучения, вы там что-то по каким-то видео повторяли. Короче, у вас есть какая-то, ну, какие-то ваши работы, больше, сказать, наработки. Так вот, ваша задача сделать редизайн собственных работ. Да, именно редизайн. Здесь есть вообще огромный плюс, и я всегда очень рекомендую своим ученикам именно вот этот вариант. Так вы сможете увидеть свой прогресс, вы сможете понять, он вообще есть этот прогресс или нет. Когда вы делаете редизайн собственной работы, вы можете четко отследить, вы выросли или нет. Ну и, соответственно, если прогресс у вас есть, вы спокойно можете положить эту работу в портфолио. При разработке портфолио, когда вы сами для себя клиент, есть проблема. Чаще всего у вас нет никаких рамок, и очень долго это все происходит. Я сама прекрасно знаю, что такое делать сайт для самой себя. Это всегда очень долго, потому что нет вообще никаких рамок, нет брифа, нет мутборда. Поэтому я очень советую вам на этапе, когда вы выбрали тему, определитесь, какие будут цвета. Примерно зеленый сайт, синий сайт. Определите стиль. Реалистичный, минималистичный, там какой-нибудь флет. То есть у вас должны быть какие-то референсы. Должно быть понимание, как будет выглядеть сайт. Определитесь со шрифтами. Так у вас будут рамки, и ваша работа не затянется на бесконечное количество времени, когда вы будете менять стили, менять цвета, менять шрифты, менять, короче, все на свете до бесконечности. Когда ваша работа для портфолио будет готова, вы можете ее выкладывать только в описании, или где-нибудь там еще сделать пометку о том, что эта работа была выполнена для показа, для демонстрации ваших навыков. То есть без клиента. То есть для портфолио. Или это концепт для моего портфолио. Ну, то есть вы вариации, как это написать, может быть разной, но напишите, что у вас не было клиента на эту работу. Потому что иногда бывают такие клиенты, которые смотрят, типа номер какой-то 8800, сейчас я туда позвоню, спрошу, делал ли он работу эту. А потом он звонит на этот номер, там, соответственно, говорят, кто это такой, я ему не знаю, никакой дизайн он нам не делал. Поэтому очень важно объяснить заказчику, что это работа, которую вы делали без клиента, которую вы делали сами для себя, чтобы показать своим клиентам, как вы можете работать. В этом нет вообще ничего зашкварного или еще чего-то. То есть это вполне адекватно. Все уважающие себя дизайнеры постоянно рисуют себе концепты только для того, чтобы постоянно увеличивать свой скилл и для того, чтобы всплескивать как бы свою творческую энергию, которая есть. Потому что заказчики, ну, то есть не всегда могут позволить себе какой-то риск, да, а иногда дизайнеры хотят сделать что-то необычное. В конце хочу сказать несколько слов о портфолио. Я считаю, что для дизайнера, который хочет уже искать клиентов, у него в портфолио должно лежать три полноценные работы. То есть это лендинг, интернет-магазин, неважно, но это сайт от и до, от первого экрана до контактов. То есть не три концепта, а вот прям полноценная работа. Концептов первых экранов или баннеров, или просто каких-то небольших, необъемных, так скажем, проектов, должно быть пять-шесть штук. Главное, темы ваших работ в портфолио должны быть разными, то есть темы бизнеса, для которых вы делаете работы. Вы должны показать клиенту, что вы умеете работать для серьезных каких-то тем, для детских товаров. Вы умеете делать женские сайты, мужские сайты, монохромные, цветные, яркие, минималистичные, реалистичные. Короче, вы человек, умеющий делать все. Но если вдруг вы понимаете, что вы хотите четко работать в какой-то определенной стилистике, потому что я четко помню, что в предыдущих видео я очень много говорила о том, что у каждого должен быть свой стиль. Это определенно так. То есть если вы понимаете, что вы не хотите работать в стиле, где летают чайки, какие-то кустики, размытые, неразмытые, и вам это в принципе не нравится, вам неудобно, вам некомфортно, вы не считаете, что вы хотели бы в нем работать, не делайте такие работы. Покажите заказчику, что вот все работы в портфолио, которые у вас есть, это ваш стиль. И, соответственно, его проект, выполненный вами, будет выглядеть примерно так же. Свою миссию я выполнила. Главный секрет всех веб-дизайнеров я вам раскрыла. Теперь вы понимаете, откуда у нас в портфолио лежат какие-то работы. Делитесь этим знанием, оно абсолютно не секретно, просто кто-то об этом не говорит. Как всегда, если видео было вам полезно, или оно просто вам понравилось, напишите в комментариях спасибо, мне будет очень приятно. И не забудьте поставить лайк. И если вы вдруг еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И не забывайте, если не попробуете, то никогда не узнаете, на что способны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok